Вы знаете, да, фармацевтическая продукция, мы как сапёры, да, мы не можем ошибиться с качеством нашей продукции. Можем ошибиться один раз, и это будет стоить человеческой жизни. Функции государства бизнес должен взять в свои руки. И это не тарифные методы защиты внутреннего рынка в том числе. Государство, если не производит достаточно медикаментов внутри страны, оно не может говорить о том, что оно полностью обезопасено. Скажем так, все успешные бизнесмены, которых я знаю, они очень активны. На мой взгляд, та налоговая система, которая создана, найдена для нашей промышленности, она очень хорошая. Как изменился ассортимент товаров и услуг за последние годы? В каких сферах и направлениях появляются новые продукции? Здравствуйте, это «Стол переговоров» на телеканале «Хабар-24». Меня зовут Ильмир Ажумат. И у нас сегодня в студии лауреаты президентской премии «Алтенсапа» за достижения в области качества, отечественный предприниматель Уальхан Ахметов и директор завода «Химфарм» Рустам Байгарин. Какие казахстанские товары сегодня наиболее пользуются спросом? Какие наимения и почему? В частности, вы в своей области. Сложно ли конкурировать вам с зарубежными аналогами? Да, конечно. Довольно сложно, с учетом того, что мы представляем фармацевтику. Это довольно наукоемкая промышленность, индустрия, и конкурировать сейчас с иностранцами очень тяжело. Вы знаете, в Казахстане производится около 10-15% всех медикаментов. Все остальное сюда импортируется, и при этом импорт – это дорогостоящие, высокотехнологичные продукты. Конечно, нам до таких технологий еще далеко, но мы двигаемся в этом направлении, стараемся, делаем все возможное. Вот сегодня, получая награду, президентскую премию в области качества, что для себя отметили? Какие, может быть, планы в перспективе будут? Ну, планов у нас много. Планов у нас много. Только за эти полгода мы открыли два новых производства антибиотиков. В следующем году мы планируем еще два, и это стало возможно именно той политикой, которая сейчас в Казахстане производится по поддержке отечественного производителя, по поручениям президента о доведении отечественного производства до 50% всего. Открываются возможности, мы в этом плане очень двигаемся, и нам в этом плане и государство помогает. И сейчас вот та работа, которая с палатой предпринимателей ведется, от Амикен, она как бы тоже очень позитивно в этом плане нас двигает вперед. Основная задача, вот я полностью поддерживаю мнение коллеги, это углубление технологий. В этом году мы запустили новое, не только для себя, но и для всего Казахстана, производство точного литья. И в этом году мы запустили дуальную систему образования. Это как раз то, о чем говорил наш уважаемый президент. То есть во взаимодействии с Южно-Казахстанским госуниверситетом, непосредственно с кафедрой машиностроения, мы начали готовить кадры. Ну и ведем в том числе сотрудничество с другими кафедрами ЮКГУ. Я думаю, в этом и будет залог успеха. Ну говоря вот о других рынках, какие конкурентные возможности есть у казахстанских товаропроизводителей? Ну как ни печально это прозвучит для, может быть, населения, для потребителей. Но в связи с тем решением, которое было принято в прошлом году, наши товары стали более конкурентоспособны на внешних рынках. Поэтому мы все больше и больше, все успешнее и успешнее, и больше, и качественнее конкурируем не только с нашими коллегами из Европы, но уже начали конкурировать с коллегами из Китая и из Индии. То есть именно в качестве поставок машиностроительной продукции на рынки Средней Азии, Кавказа, СНГ. Вот налоговый режим, насколько он комфортный для предпринимателей? Нужно ли улучшить условия для отечественных товаропроизводителей? Как вы считаете? Я думаю, что есть определенные проблемы именно в части заключения контрактов с недропользователями. Так, например, такие проекты, как Кашаган, Тенгиз, они освобождены от уплаты НДС. И вот здесь мы, конечно, проигрываем нашим конкурентам. Почему? Потому что осуществляя поставки нашего оборудования или давая предложения, уже на стадии предложения, мы начинаем проигрывать. Почему? Потому что мы платим НДС. А импортеры, наши зарубежные конкуренты, они освобождены от НДС. Вот в этом плане должна быть такая политика, назовем ее OneField. То есть единая для всех. Считаете ли вы, что единая для всех должна быть именно налоговый режим? В принципе, у нас ситуация получше, чем у них. Мы освобождены от НДС. Лекарственная продукция, она попадает под освобождение. И, на мой взгляд, та налоговая система, которая создана именно для нашей промышленности, она очень хороша. Наши налоги меньше, чем в ближнем зарубежье. Мы имеем возможность развиваться. А экспортируется ли сегодня фармацевтика Казахстана в другие страны? Экспортируется. Первое и главное поручение президента было увеличить свое собственное производство. Государство, если не производит достаточно медикаментов внутри страны, оно не может говорить о том, что полностью обезопасено. Этот нормальный уровень, этой безопасности, как минимум 30% от внутреннего производства, то, что есть в России, 40%. Это было на Украине раньше. Сейчас не знаю сколько. У нас это 10% всего. То есть мы не обеспечиваем себя, мы полностью импортозависимы. Поручение президента было, когда он был у нас на заводе, он сказал, засыпьте наш рынок сначала, потом думайте об экспорте. Вы знаете, фармацевтическая продукция, мы как саперы, мы не можем ошибиться о качестве нашей продукции. Можем ошибиться один раз, и это будет стоить человеческой жизни. То есть здесь нет никаких вопросов, компромиссов по поводу качества. Продукция должна быть качественной. И сейчас, с 2018 года, в Казахстане будут стандарты введены, надлежащие международные практики фармацевтические. Для нас это стандарт GMP. Все компании, которые его не проходят, они больше не смогут работать просто. Или ты проходишь и соответствуешь, либо нет. А вот в условиях ВТО, насколько комфортно работать сегодня казахстанским предпринимателям? Ключевое слово – работать. Работать комфортно. В условиях ВТО, в условиях Евразес работать комфортно. Некомфортно компаниям, которые занимались такой деятельностью купи-продай. Я так думаю, здесь не имеет значения направление. Это может быть и машиностроение, и фармацевтика. То есть в прошлом году был принят закон о саморегулировании. Это подразумевает, что функции государства бизнес должен взять в свои руки. И это не тарифные методы защиты внутреннего рынка в том числе. Это такой вопрос достаточно сложный, но очень эффективный. Поэтому пути развиваются уже на протяжении более 200-300 лет. Экономики Старого Света, Европы, Северной Америки, в том числе Юго-Восточной Азии. То есть нет государственных стандартов. И все, что касается стандартизации, все, что касается сертификации, это все происходит в конкурентной среде. Если говорить в области машиностроения, это такие стандарты, как API, по которым работают все нефтедобывающие компании. Американские, европейские. Это такие стандарты, как АСМИ, что касается изделий нестандартного оборудования, работающих под избыточным давлением. И ни в одном государстве. Все, что касается топ-30 стран, нет государственных стандартов. Понимаете, это пережитки нашего прошлого. И я думаю, пора уже переходить, скажем, в строительстве на еврокоды. А что касается машиностроительной продукции, то на отраслевые стандарты, не государственные. То есть, вот, посмотрите, одним из, так скажем, тормозов, да, для развития казахстанского бизнеса, вы вот назвали стандарты, да, те же самые какие-то пережитки прошлого. Один из тормозов – это госрегулирование. Госрегулирование. А что еще? Что мешает казахстанскому бизнесу развиваться? Ну, сам бизнес, наверное, должен. Я не думаю, что активные бизнесмены, или, скажем так, все успешные бизнесмены, которых я знаю, они очень активны. Есть у нас такая, сформировалась сейчас когорта, это диванные активисты. Да, диванные активисты, да, для них, наверное, это все плохо. БТО плохо, Еврозесс плохо, политика президента плохо. Ну, на самом деле, или многие кричат, а зачем нам нужна НПП, да? Ну, извините, до тех пор, пока не было консолидированного мнения бизнеса, у государства не было возможности вести конструктивный диалог с бизнесом. Вот на протяжении двух-трех лет выстроен конструктивный диалог не только с государственными структурами, но и с тем же мажорисом, с парламентом. И я считаю, что за два-три года деятельности Национальной палаты Атамикен мы очень сильно продвинулись, мы очень сильно повзрослели, я имею в виду в целом бизнес. Поэтому работать очень хорошо, очень удобно. Готов ли казахстанский бизнес к предстоящему Экспо-2017? Насколько вот сфера услуг в Казахстане, так скажем, развита? Само мероприятие Экспо, это же крайний имиджевый проект для Казахстана, да, и никакого другого выбора у нас нет, кроме как успешно провести, соответствовать. Рынок услуг, которые получаем мы, конечно, не все так гладко, не все так хорошо. Те же самые... Ну, у нас, допустим, технологии, они довольно специфичны, да, и для Казахстана они новые. Поэтому многие-многие услуги в плане фармацевтических технологий, трансфера технологий, разработки препаратов, инсталляции оборудования, конечно, приходится искать за рубежом, но это не потому, что этого нету, да. В принципе, фармацевтика Казахстана – это всего 10%. Соответственно, и компании, которые заточены под нее, сориентированы под нее, их не так много. Нету компаний, которые знают достаточно хорошо, каким образом работать с фармацевтикой, какие требования мы предъявляем, какие классы чистоты. Да, в этом плане, конечно, базы как таковой еще в Казахстане нету в основном. Очень есть хорошие строительные компании, которые осуществляют первый начальный старт по проектам, строят здания, подводят коммуникации. Дальше у нас начинается проблема. Дальше мы уже работаем с иностранными поставщиками. Систем воздухоподготовки, водоподготовки, автоматических систем и всего прочего. Как вот эти процентные соотношения увеличат? То есть казахстанским бизнесменам нужно именно в области фармацевтики быть более активными? Вы знаете, я бы не сказал, да, по крайней мере сейчас, да, всегда же цель оправдывает средства, да. Мы сегодня строим этот цех, нам эти услуги востребованы, да. Мы ищем компанию, которая специализируется на этом. Если она будет в Казахстане, ну, сегодня компаний, в принципе, не так много, да, которые могут воспользоваться этим. Насколько тому же бизнесмену будет интересно идти в это направление, да, организовывать производство чистых помещений для фарм-промышленности, если в Казахстане не так много этих компаний. То есть он не найдет, это будут какие-то разовые. Но есть что-то стандартное, уникальное, не уникальное, но стандартное для всех компаний фармацевтических. В этом плане, конечно, большая ниша, и мы ищем, с кем в этом плане работать. Вот наглядный пример. Обычно, наверное, принято себя хвалить, но вот здесь вот конкретная недоработка нашей компании во взаимодействии, по предоставлению услуг, которые мы можем удовлетворить на 100% с плюсом, в частности потребностей химформезалода, да, вот, пожалуйста. Почему не срабатывают? Ну, потому что мы, я говорю, основная проблема – это… Можно все упростить, когда мы стоим, это цена, это услуги. Нет, где-то цена, где-то наша неготовность, понимаете, мы не готовы. То есть, вот, допустим, наша молодая компания не готова, вот, химфармзавод, он был организован еще в конце позапрошлого века, да, это одно из старейших предприятий города Шимкента. Да, и вот наша молодая компания, которой 13 лет, мы просто не готовы работать с химфармзаводом. Но я думаю, что уже… Но придет время, придет время, и мы наладим эту работу. То есть, в первую очередь, в первую очередь, вот, я вам могу сказать, кроме того, что мы оказываем услуги, и нам тоже оказывают услуги, основная проблема – то, что мы еще молоды, нам всего 25 лет. Но мы растем, и растем достаточно быстро. То есть, мы амбициозные, мы целеустремленные, как сказал Елбасы, надо мечтать, мы умеем мечтать. Кроме того, что мы умеем мечтать, и мечтаем, и хотим мечтать, мы еще и планируем, и стремимся к этим целям. Это самое главное. Я думаю, каких-нибудь 3-5 лет, вот именно в этом режиме, в режиме Евразес, в режиме ВТО, и совершенно другая картина будет на улице, и в сфере услуг в том числе. У меня на этом все. Вы смотрели «Стол переговоров». Мы ищем и находим простые ответы на самые сложные вопросы. До встречи на телеканале Хабар-24. Много мнений о том, что фармацевтическая продукция в Казахстане, в Шымкенте, она ненадлежащего качества, она не настолько хороша, как, например, немецкая. Мы привозим к себе врачей, мы привозим к себе провизоров, мы ведем их на производство, говорим, ребята, посмотрите. Они уходят и говорят, да, на самом деле наши шаблоны рвутся, наши стереотипы ломаются после посещения завода. Ну, я думаю, что после событий с девальвацией 2014 года, прошлого года, ситуация очень сильно изменилась, и она изменилась в лучшую сторону. И больше всего, конечно, радует то, что кризис происходит в сфере энергетики и минеральных ресурсов. То есть, чем ниже цена, тем активнее бизнес. Фармацевтика – это одна из любимых детишек нашего президента. В силу стратегической важности самого этого производства, да, и поэтому с самого начала государство всегда нас поддерживало. Один из важных инструментов, которые нас поддержали – это долгосрочные проекты, это долгосрочные контракты, да. То есть нам сказали, ребята, стройте, стройте, производите по международному стандарту качество, докажите, что вот так и государство будет вас покупать. Продолжение следует...